Хочется знать старину, какой бы она ни была, даже и чужую, а своя милее. Недалеко от Кремля на Варварке стоят древние палаты, собор с золочеными куполами, церкви, колокольни и крепостная стена Китай-города. Эти разнообразные постройки образуют великолепный историко-архитектурный ансамбль «Зарятия». Так в старину называлась часть города между Москвой-рекой и Варваркой, расположенной за рядами торговых лавок. Здесь разместился филиал Государственного исторического музея «Палаты бояр Романовых». Палаты построены в конце XV века, а в середине XVI столетия они вошли в состав старинной городской усадьбы боярина Никиты Романовича Юрьева, младшего брата царевны Анастасии, первой жены Ивана Грозного. Здесь же жил его сын Фёдор, ставший впоследствии патриархом московским и всеаруси Филаретом, и внук Михаил Фёдорович, первый царь династии Романовых, по преданию родившийся в этой усадьбе 12 июля 1596 года. За время своего существования палаты неоднократно перестраивались и меняли свой облик. Ныне от средневековой постройки сохранились подвал, часть подклета и второй этаж. В середине XIX века император Александр II принял решение восстановить родовую усадьбу в первоначальном виде. Реставрация была поручена Академику архитектуры Фридриху Рихтеру. В 1859 году музей «Дум бояр Романовых» был торжественно открыт. После революции 1917 года музей неоднократно менял своё название. В 1932 году здание палат передали историческому музею. В годы Великой Отечественной войны музей закрыли, а экспозицию разобрали. Возобновили её только в 1951 году. В ходе последней реставрации в 1984-1991 годах были открыты древнейшие части памятника. Восстановлен деревянный терем и воссозданы интерьеры XVII века. Несмотря на разновременность построек, палаты и поныне не утратили своей значимости, как памятник русской гражданской архитектуры Средневековья. Фасады палат украшают полуколонны и оконные наличники, которые, как и у других зданий XVII столетия, указывают на функциональное назначение этажей. На верхнем жилом наличники имеют более сложный профиль, чем на нижнем, подсобном. Внутри здания небольшие комнаты с низкими сводами. Окна со слюдяными оконцами, печуры, узкие переходы и потайные лестницы. Убранство палат позволяет представить боярский быт второй половины XVII века. В основе домашнего уклада лежал домострой, свод наставлений по устройству семейной и хозяйственной жизни. В соответствии с правилами того времени, палаты условно разделены на мужскую и женскую половины. Самая большая комната на мужской половине – трапезная, где устраивали пиры и принимали гостей. Стены этой комнаты по традиции обиты парчевой тканью ручной работы. Соблюдая обычаи местничества, наиболее знатные гости садились рядом с хозяином. Менее знатные – на противоположном конце стола. Вдоль стен и возле стола стоят лавки, по традиции, крытые сукном и бархатом. Устинный поставец с золотой и серебряной посудой. Здесь же часы немецкой работы, которые только начали входить в русский обиход. Наряду с традиционными предметами быта в трапезной представлены вещи иностранного производства, говорящие о развитии торговых и культурных связей России с Востоком и Западом. Рядом с трапезной расположен кабинет Боярина. Под иконой – рабочий стол с письменными принадлежностями. Два кресла и лавки. На стене – портрет первого первоначальника Москвы, Боярина Тихона Никитича Стрешнева. Портреты были новшеством, проникшим в 17 веке лишь в узкий круг тогдашней знати. Все стены комнаты обиты золоченой фландерской кожей, считавшейся в те времена особо изысканным украшением. У входной двери мы видим печь из поливных изразцов с изображением бытовых сцен, исторических и сказочных сюжетов. Из кабинета дверь ведет в библиотеку, служившую для дневного отдыха. На Руси книги были большой ценностью. Недаром в имущественных описях 17 века они упоминались сразу после икон. В библиотеке представлены самые разнообразные книги на русском, латинском и польском языках. Это иканты духовные, и пасхалия зрячая. А рукописная книга «Сказания о царице и львице» является русской версией популярного европейского средневекового сюжета. Одно из помещений на мужской половине оформлено как комната старших сыновей. По традиции, пятилетних мальчиков забирали от матери и переводили на мужскую половину дома, где для них была отведена отдельная комната для занятий. В тереме на женской половине воссоздана сенья, комната боярыни и светлица. В боярских домах сенья служили и как спальные чуланы, и как места для хранения необходимых вещей. Перед нами богатая женская одежда 17 века, телогрея, девичья повязка и замечательные украшения. Прямо из сеней мы попадаем в комнату боярыни. Размещение женской комнаты за сенями в изолированной части дома отражает положение, занимаемое женщинами высоких сословий в семье. Почти весь день боярыня проводила на своей половине, руководя через слуг домашним хозяйством. Из дома она выезжала редко, для посещения церкви и родных. Женщины этого круга, как правило, были грамотными, их обучали монахини. Однако единственным доступным занятием для них было рукоделие, которым занимались светлицы в специальной комнате с окнами на три стороны. Здесь можно увидеть ткацкий стан, прялки, пяльцы и ларец для хранения драгоценностей. Перед нами образцы художественного шитья 17 века. Из-под клета внутренняя лестница ведет в подвалы конца 15 века. В подвалах, как полагалось, хранилось самое ценное имущество. О воинской службе боярина, обязанного являться на войну людно, конно и оружно, нам напоминает седло и конский убор, кольчуга, прапор и разнообразное оружие. Шедевры прикладного искусства, представленные в музее, передают не только мастерство их исполнителей, но и демонстрируют своеобразие быта московского боярства 17 века. Археологические памятники, обнаруженные во время последних раскопок, рассказывают о Москве и Заряде 12-16 веков. Особый интерес вызывает печь-поварня 16 века, обнаруженная в центре двора на глубине около 3 метров. Дворовые кухни-поварни являлись неотъемлемой частью боярской усадьбы, их количество зависело от численности дворни. Для сохранения показа печи и других археологических памятников 12-16 столетий в 1991 году здесь был открыт первый в Москве подземный музей. В конце 1980-х годов на территории музея появился памятник, связанный со Знаменским монастырем, находившимся здесь с 1-3-17 века. Это каменное надгробие чудом сохранилось от монастырского кладбища. Палаты бояр Романовых – дом-музей, хранящий живую историю патриархального допетровского быта. Каждый, кто переступает его порог, может не только увидеть застывшую старину, но и непосредственно к ней прикоснуться. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...